МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Членов правительства, а также экспертов Агентства стратегических инициатив и Московской бизнес-школы Сколково. Представители исполнительной и законодательной ветвей власти отметили эффективность формата проектно-аналитического семинара. Благодаря экспертному мнению специалистов с материка и так называемому мозговому штурму, в сжатые сроки удалось выявить ключевые проблемы города и пути их решения. Обсуждали здравоохранение, ЖКХ, промышленную и социальную сферу, образование, сельское хозяйство, строительство и экономику. Однако главной целью встречи, по словам собравшихся, было выявление управленческого потенциала города. По итогам семинара временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников определил пять кандидатур, которые могут занять должности заместителей главы города. Их представят для утверждения на сессии законодательного собрания 6 сентября. В этой ситуации руководитель города должен был достаточно быстро просмотреть большое количество людей. И вы понимаете, недостаточно посмотреть только резюме, недостаточно только в кабинете встретиться, посмотреть в глаза, задать вопросы. Очень важно посмотреть, как человек действует в сложной ситуации. Сложная ситуация создается, когда вы собираете 100 профессионалов, ставите им сложные задачи и даете им очень мало времени. После 6 числа уже будет ясно, кто будет по каким направлениям осуществлять те дорожные карты, которые мы буквально в течение двух дней нарисовали по каждому направлению. Это и разработка генерального плана, это и разработка стратегии социально-экономического развития. Поэтому мы надеемся, что вот этот темп, который был заложен, он будет продолжаться, и вы увидите скоро результаты. Сегодня, в 71-ю годовщину окончания Второй мировой войны, у мемориала Героической обороны Севастополя на посту номер один, в 44-й раз открыли ежегодную вахту памяти. Мероприятие приурочили и к началу учебного нового года. На торжественной церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители городских властей, а также учащиеся общеобразовательных учреждений. Торжественно клянусь, чтить память, героизм, славу и мужество защитников города Севастополя. Клянусь! Клянусь! Держать в своих руках оружие так же крепко, как держали его герои-защитники города. Клянусь! Клянусь! В новом учебном году открывать вахту памяти на посту номер один выпала честь одному из лучших отрядов среди общеобразовательных учреждений – юнормейцам из 24-й гимназии. Почетные гости памятного мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны. От них юнормейцам напутственные слова. Здесь мы видим мемориальные доски, на которых отпечатаны названия частей подразделений дивизий, которые героически защищали город Севастополь от врага. Мы гордимся, друзья, вами, нашими молодыми друзьями за то, что вы чтите память участников обороны Севастополя. Традиция несения школьниками вахты памяти в Советском Союзе зародилась в 1965 году. В нашем городе – с 1973 года. Марина Антошкина была в числе первых учащихся, заступивших на пост номер один. Вам, молодые люди, у которых вся жизнь впереди, вы была великая честь охранять покой защитников Севастополя в почетном карауле. И ваша большая задача – нести это, то, что вам предоставили, с большой-большой честью. Еще одна традиция открытия вахты памяти к вечному огню выносят знамя поста номер один и военные реликвии. Заступить на вахту памяти, а тем более открывать ее – большая ответственность и честь для любого учащегося, отметил восполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Илья Пономарев. Поздравляю вас с открытием 44-й вахты памяти. Сегодня вы принимаете почетную эстафету и заступаете на пост номер один. По Севастопольской традиции, в честь и стоять на посту номер один удостаиваются самые лучшие. Те, кто отлично знает историю своего города, хорошо учится, активно участвует в общественной жизни. Учащиеся гимназии номер 24 заступили на недельное дежурство на посту номер один. Кроме них, в этом учебном году вахту памяти будут нести ребята из еще 42 общеобразовательных учреждений. Светослав Данилов, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. 4 тысячи малышей 1 сентября пошли в детские сады. На сегодняшний день в городе работают 77 учреждений дошкольного образования. Очередь на поступление в этом году сократилась благодаря двум новым детским садам, открытию дополнительных групп и перепрофилированию учреждений узкой направленности. Наша съемочная группа побывала в садике номер 25. Как в нем встречали новый учебный год, расскажет Анастасия Синица. Эти фотографии сделаны в 2014 году. Так в то время выглядели помещения бывшего детского садика номер 25. Его построили в начале 60-х годов. Однако в 90-х здания с прилегающей территории сдали в аренду частным предпринимателям. Судебные разбирательства тянулись до 2011-го и завершились в пользу города. Ремонт начался сразу же, но затем на несколько лет был приостановлен. По поручению правительства Севастополя реконструкцию возобновили в 2014 году. На работы выделили около 40 миллионов рублей. Справились за год. Двери садика вновь распахнулись в декабре 2015-го. При выделенных средствах наши руины превратились в этот замечательный детский сад. Было сделано с нуля. То есть всей площадки и территории, и группы. От канализации, как говорится, до макушки крыши. Всё было сделано. Страшно вспомнить, что тут было. Не было ни полов, ни стен, ни окон. Сегодня здесь шумно и весело. Укомплектованы четыре группы. В них обучается 92 ребёнка возрастом от 3 до 7 лет. Воспитатели говорят, после реконструкции в садике появилось всё необходимое для комфорта дошкалят. Современные стульчики, которые регулируются под рост. Трёхъярусные кроватки, мягкие игрушки. Обновилось и кухонное оборудование. У нас приобретён пароконвектомат. Мы исключили практически всю жарку. То есть жарки у нас нет. То есть и котлеты, и курица, и рыба. Всё готовится на пару. То есть это предполагает диетическое питание по нормам санпина, по нормам питания для детей. В данный момент я делаю слоёные голубцы. Кормим кашами. У нас много овощей. Летом мы фрукты. Мясо очень хорошее. Рыбу даём печёнку. На каждую группу по игровой площадке плюс одна общая. Она для рисования. Несколько штрихов мелом, и на асфальте распускаются цветы. Зажигаются звёзды и планеты. Так 25-й садик поддержал городскую акцию «Дети против терроризма». Я рисовал планеты Земля, потому что она большая и красивая. Я сегодня сделала звёзды, чтобы они светили, и чтобы была хорошая Земля. Я нарисовал ракету, чтобы они никогда не бомбили Землю. Вопрос, с кем оставить малыша в рабочий день, постепенно теряет актуальность, уверяют в городском департаменте образования. Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях сдвинулась с мёртвой точки в прошлом году. На улице Горпищенко открыли детский сад номер 25 на проспекте Победы, 69-й. Кроме того, очередь на поступление сокращают дополнительные группы. Открыто 8 новых групп в 8 детских садах, уже действующих и функционирующих. В эти 8 новых групп пойдут 240 детей, 240 мест уже. На сегодняшний день они уже, конечно, все заняты. На сегодняшний день очерёдность в возрасте от 3 до 7 лет у нас ликвидирована. Майский указ президента о обеспечении местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, мы его выполнили. В департаменте образования Севастополя занимаются перепрофилированием детских садов. Дошкольные учреждения узкой направленности, к примеру, ортопедические или логопедические, переделывают в общеразвивающие. Благодаря этому увеличивается количество ребят в группах. Если при ортопедии, допустим, в саду 10-12 детей, то при обычном наполнеемости, общеразвивающем, общемассовый детский сад, 25 человек в группе. То есть, соответственно, практически ещё на такое же количество детей увеличивается набор в детские сады. Детские сады компенсирующей направленности, они у нас были перепрофилированы в комбинированные и общеразвивающие детские сады, что позволило направить в детские сады ещё 350 ребят. Если есть группа в детском саду, то на неё есть и воспитатель, и нянечка. Не бывает такого, чтобы в детском саду была брошенная группа. Вот детей привели, а воспитательницы нет. Такого не бывает. На сегодняшний день в Севастополе 79 учреждений дошкольного образования. Два из них закрыты на ремонт. 77 работают. Их воспитанники свыше 15 тысяч ребят. Сотрудников около 4 тысяч человек. Технический обслуживающий персонал – педагоги. 1 сентября текущего года в садики пошли 4 тысячи малышей. Новое оборудование получили 48 дошкольных учреждений. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Первые учения осеннего сезона военно-патриотического движения «Ратник» пройдут в это воскресенье. Их темой станет рейд по тылам противника, сообщает пресс-служба движения. Проведут их на тренировочном полигоне «Фиолент». Организовывает городской центр социальных и спортивных программ управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя совместно с городской ассоциацией страйбола. Начало учений в 10 часов утра. Стартовал второй круг чемпионата Севастополя по футболу среди 12 любительских команд. В названиях сборных произошли изменения. Теперь юношеская команда из третьей спортшколы именуется как «ФК Сдюшор» номер 3. Сборная Черноморского флота – «ФК Черноморец». В отчетных матчах без неожиданностей лидеры одержали очередные победы. Камо не оставил шансов «Коралл Маф» 4-0. С таким же счетом «Танго» был сильнее «Сахары». Черноморец победил «Стрелу» 2-0, а «Кампас» стрелу 4-2. Теперь Камо укрепился на первой строчке турнирной таблицы – 36 очков. На три балла от них отстают моряки-черноморцы. А третье место – «Деля Танго» и «Кампас». У обеих коллективов по 27 очков. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...